Всем привет! В этом видео поговорим немножко про ПВА-стик, так что в этом видео рыбы не будет. Я записываю это видео сейчас на рыбалке, записываю видео, потому что слишком много вопросов поступает по поводу ПВА-стика. Что как к чему? Сейчас немножко, ребята, попробуем разобрать все его плюсы и минусы, и для чего он вообще нужен, в принципе. Так, ну что, для ПВА-стика есть... Наши производители нам придумали готовые смеси. В принципе, можно купить уже в судочке готовую смесь, забить ее в ПВА-стик, прессануть, забросить воду и как бы рыбачить. Ну, на протяжении некоторых рыбалок, некоторого опыта, все-таки, как показывает, лучше делать стик саму в некоторых случаях, когда там есть время, есть возможность все-таки. Наверное, один из лучших рецепторов ПВА-стика был просто взять бойлы, на круше перебить, и на те бойлы, которые мы ловим, теми бойлами делать и приманку. Ну, есть еще несколько, скажем так, методик хороших. Начнем, к примеру, как я делаю свой ПВА-стик. Я взял судочек, здесь уже изначально есть перец. Давайте обусловимся тем, что мы сейчас не будем отталкиваться именно от производителей, которые сейчас у меня будут на столе, или еще чего-нибудь. Это все индивидуально, каждый подберет по своему бюджету, по своему вкусу. У кого-то есть наработанные уже, как сказать, фирмы. ПВА-стик делает, я делаю сюда его, в принципе, база, у меня идет перец, полтора-двух миллиметровый, не больше. Если мы делаем на рыбной основе, если мы ловим рыбная насадка, скажем так, вкус рыбный, обусловимся, то мы будем делать и стик тоже рыбный. Если это у нас какой-то фруктовый запах, чего-нибудь молочка, еще-нибудь, ну, такого. То есть мы отталкиваемся тоже в эту степь, так что здесь сильно нечего разногольствовать. И начнем делать нашу фруктовую для нашего пельца. У меня есть полтора-миллиметровый пельчик со вкусом криль. Опача. Открываем его. Вот, ребят, вот такой вот пельчик. Я сделаю сюда стика немного. Перебиваем его с этим, тоже рыбным вкусом. Также, ребят, в ПВА-стике, наверное, одну из таких релей играет довольно сама ПВА-сетка. Потому что, сейчас, пока буду рассказывать, кинем немножко на крышу крилевых бойликов. Я их перебью и буду рассказывать. Наверное, играет большую роль в ПВА-стике сама ПВА-система, даже не система, а сама сетка производителя. Потому что некоторые производители делают быстро растворимую, медленно растворимую. Но есть растворяется 45 секунд, 35-20. То есть, это все индивидуально. Также есть у нас ПВА-сетки под теплую водичку, под холодную. Это нужно не забывать. И, чтобы наш ПВА-стик поступал на дно. Вот, ребят, перебил. Вот такая красота. Если немножко остается где-то крупной фракции, то есть, это ничего страшного. Даже это не будет ни в коем случае минусом. Перебили наши бойлы. Класс. Запах уже пошел рыбный. Также сюда, ребят, можно добавить пельчика. Посмотрим, у меня вот есть такой пельчик тоже. Драйв-микс. Это смесь пельцев. Тоже можно перебить его на круши и добавить сюда. Так, летим дальше. По поводу, зачем он нам вообще нужен, что такое ПВА-стик и зачем он нам нужен. Это, скажем так, мы не пытаемся ПВА-стиком накормить ни в коем случае рыбу. Мы покормили точку, ставим ПВА-стик для того, чтобы, как бы, нашей приманке больше сделать пищевой сигнал, приманить рыбу, скажем так. Уговорить его подойти именно, выделить нашу насадку на рабочем столе, чтобы была поклевка именно на наш бойлик. Есть тысяча частичек, которые у него там есть. И чуть тяжело прививается. Это, наверное, самая основная суть ПВА-стика. Плюс же, исходя из опыта моих рыбалок, мне очень сильно ПВА-стик помогает при забросе на классику. Просто на ура, чтобы не было на монтажах, на вертолетах, на таких всех, не было прихлёста и не запутался сам поводок изначально. Ну и также, если, ребят, мы рыбачим, например, на дальних дистанциях, ПВА-стик очень сильно может забирать заброс нашей дистанции. Если мы рыбачим там плюс 100, то немножко нужно постараться, он будет забирать нашу дальность. Это, наверное, один из его минусов, которых можно сюда отнести. Вот так вот, ребят, перебили пельчик. Тоже всё сюда делаем. Также, если мы рыбачим на водоеме слишком много сорной мелкой рыбы, которую мы закинули в ПВА-стик, это мы дойдём тоже к его минусам. Тоже дело не будет, скажем так, она будет быстро обивать его, лишнее привлечение к бойлу. То есть, это, наверное, два основных минуса по ПВА-стику. Забирает забросы нашей дистанции, и когда слишком много сорной рыбы, ну, то есть, это два характерных минуса. Больше, в принципе, минусов в ПВА-стике я не вижу. Это нужно подходить под тот водоём, где вы рыбачите. В большинстве случаев он нам, в принципе, всегда помогает. Так, мы, бацами, у нас здесь три вида пельца, один перебитый, бойлики. Также, ребят, было бы классно сюда добавить тот бойл, на который, к примеру, вы будете рыбачить на той же рыбалке. Ну, вот я сегодня буду рыбачить тоже вот на такие бойлики. Я тоже возьму пару бойлов, кину их сюда, перебью. Опа, для общего количества, чтобы давать такой самый пищевой сигнал рыбе. Вот наш бойл основной, так, который должен быть и на стике. Также тут можно химичить очень много сильно с ССЛами, с аминокислотами. Это всё, ребята, дело вкуса. Кто во что верит, ну, здесь претендовать кому-то лучше так, кому-то лучше, ну. Я люблю заливать ССЛ, люблю ещё перед забросом сам ПВА-стик. Опа, вот наш бойлик тоже сюда. Получается, у нас не слишком мелкая фракция. Можно перебивать, ну, вообще, в муку, но мне это дело всё не заходит. Я делаю на каждую рыбалку ПВА-стик в основном или на рыбалке, либо, может, там, часа за 3-4 перед рыбалкой, не накручиваю там большое количество. Знаю, ребята, спортики, кто занимается, они готовят там дома, при соревновании 3-4 судочка, разные вкусы подписывают. Ну, то есть, скажем так, у меня сейчас любительская рыбалка, меня не интересует там быстрота. Я делаю это для себя, скажем так, для удовольствия начнем с этого. Также, ребята, было сюда классно добавить бойлики-пылики. Ну, в принципе, чтобы были такие полезные частички. Если есть желание, можно вместо активных частичек добавить сюда жареную коноплю, перебить её на круши, она будет давать нам взрыв нашего ПВА-стика и будет привлекать большее внимание нашей рыбы. Я добавлю, сегодня у меня конопки с собой нету, я добавлю буквально пару штук вот таких вот крупненьких бойликов. Это 24-й, по-моему, если я не ошибаюсь. Также мы сюда басним ещё немножко пупапов. Пупап тоже классно использовать. Он даёт нам определённую работу. Динамику нашему. Ребят, перебиваем наш пылик. Пылики всегда на круши идут довольно тяжело, так что без фанатизма, не ломая наши круши. Всё, тоже перебили это всё дело. Вот такая фракция получается. Мельче, больше. В принципе, вот это нам хватит буквально на 10 ПВА-стика. Мы сюда всё добавим немножко, ребят, пупапиков. Я люблю добавлять цветных таких ярких пупапов. В принципе, когда мы там перезаброс, у нас остаются старые пупапы, я их собираю тоже в крушу, перебивая. Но сейчас у меня их, к сожалению, нету. Ребят, так что пожертвую пару вот таких вот ярких, классных, какие-то цветовый, выбираем. В принципе, они лучше перебиваются, когда они уже такие подсохли, подгуляли. Скажем так, не слишком свежие. Открываем нашу крушу. Набрасываем сюда наши пупапы. Также, ребят, если там у кого-то нету круши, я поначалу вообще, в принципе, перебивал это всё дело вот таким вот образом, руками просто разбивал. Да, приходилось, потому что, ну, вот не было у меня круши. Со временем обжился. Ну, конечно, лучше её иметь на старте. Вот, ребят, собираю разную палитру цветов. Опять же, ребят, я не настаиваю на этом всём, что я делаю. Есть очень много важных рецепторов ПВА-стика. Это тоже, которые наработаны мной, которые более-менее, скажем так, это работает. Привережно на моих рыбалках. Я это всё делаю. Можно посмотреть, ребят, на канале. Я сам по себе люблю использовать ПВА-стики. Мне это нравится. Я считаю это дополнительным классным сигналом для нашей рыбы. Сейчас хорошо поработаем пуши, чтобы можно сильнее их перебить. Пупапы мелкие, круша крупная. Перебили вот ещё немножко даже можно. Вот, бац, который, некоторые разбились, некоторые нет. Вот, ребят, получается вот такая песня. Всё это дело сюда. Можно добить это дополнительно. Когда-нибудь сухие, не будет вообще классно на уровень разбиваться. Можно добить их будет дополнительно руками. Так, ну не в этом суть. Летим дальше. По поводу заливки аминокислот, ССЛ. И опять же, ребята, кто-то верит, кто-то нет. Я люблю вообще, в принципе, увлажнение стик. И очень много споров, насколько его нужно сильно увлажнять. Раньше, в принципе, я там мерильными стаканчиками всё это, короче, ну, сильно заморачивался. Потом, как ты пришёл к такому, что вот на глаз у меня всё нормально, классно, хорошо получается. Я в это верю. Оно работает, скажем так. С ССЛ, в принципе, переборщить с увлажнением, ну, я думаю, наверное, нельзя. Просто, если у вас, конечно, там какой-то сильный концентрат, то это да. Ну, в принципе, ССЛ делает хуже, чем наш ПВА-стик. Увлажнять нужно, ну, в принципе, по мере того, вот как мы делаем фидерную, фидерную кашку плюс-минус. Вот такая должна быть и не преувлажнённая, и, оп, ещё чуть-чуть немножко, оп, и не быть кашицей, скажем так. Добавили мы сюда, вот, ребят, ССЛ-очки универсальные. И по поводу аминокислот. Это уже дело каждого, добавлять не добавлять, но с аминокислотами нужно быть крайним осторожным. У каждого производителя есть своя норма допуска, там, на 100 грамм, на килограмм аминокислоты. Потому что с аминокислотой можно, честно, даже отпугнуть нашу рыбу бетаины, все остальные вещи, которые там у нас, вот, комплекс витаминов, всех остальных, нужно это делать всё аккуратненько. Я добавляю тоже совсем этого дела, всего чуть-чуть, вот так вот, оп, чтобы не сделать, как говорится, хуже для нашей рыбы. Теперь это всё дело перемешиваю и всегда оставляю, даю ему время настояться, буквально там минут 10-15, хватает более чем, пельчик впитает, бойл напитает нашей ЦСЛ-ик, который будет потом отдавать на дне и делать какие-то вкусы выяснения. Также знаю, что сейчас, ребят, очень много, ребята добавляют, есть флюровая жидкость, делают такие красивые спазмы в воде, ну, тоже это всё дело каждого, это всё добавки. Скажем так, вот это вот моя основная база ПВА-стика, то, что мне нравится, и то, что работает, ну, более чем на ура. Есть добавляют зерновые, но вот я, в принципе, ПВА-стик не приверженец добавки, там, зерновых, вот, не могу объяснить, почему, ну, можно покормиться зерновыми спомпом, а сделать дополнительно какую-то вот такую вот насадочку, скажем. Всё, оставляем это дело всё настояться. Сейчас немножко поговорим вообще, какие бывают виды самих стиков, есть монетки, есть бомбочки, как делать, чтобы он взрывался, какие варианты, как его можно повесить на поводок, то есть сейчас это всё дело будем обсуждать. Ну что, ребят, пока стик настаивается, немножко поговорим про ПВА-системы, в двух словах быстро пробежимся, что какие есть диаметры, к примеру, я сейчас в данной ситуации пользуюсь 25-й. Начнём, по-моему, ПВА-системы начинаются с 14-го диаметра и по 32-й, либо 34-й, ребят, если ошибаюсь, ну, не помню точно, поправите меня. Зачем это всё дело, скажем так, придумали, почему так? К примеру, на там сверхдальние дистанции лучше было, конечно, забрасывать там 14-ю, 16-ю, 18-ю, ну, более комфортно, она не будет, у неё будет лучшая обтекаемость, она не будет красть наш заброс, скажем так, дальность нашего заброса. Если мы рыбачим там на дистанции, ребят, комфортно, 60, тут бы, вот, к примеру, водоём, да, здесь, ну, здесь 60, тот берег, грубо говоря, здесь не нужно сильно влаживать, скажем, будились, здесь можно вообще рыбачить, в принципе, 32-й, делать такую конфетную бомбу и забрасывать. То есть, это всё дело, ну, кому как что нравится, наверное, универсального ничего ещё у нас не придумали. Также ещё, наверное, стоит повториться по поводу, ребят, хорошо относитесь к выбору ПВА-сетки, я сейчас там, например, у меня сейчас ПВА-система одна, сетки я меняю, пробую разных фирм, я-то не настаиваю, там, Fox, ProLogic, ещё какие-то такие серьёзные именитые фирмы. Есть, ребята, и бюджет довольно классный, который хорошо работает, есть и бренды, которые хорошо работают, а есть с точностью всё наоборот. Вот лучше взяли ПВА-стик, скрутили его, кинули в стакан, посмотрели, сколько растворяется, потому что вот моменты, к примеру, мы рыбачим на глубине 4 метра, вот, редко бывает, ну, скажем так, 4 метра. Полёт нашей ПВА-стиком попадает в воду, есть такие, которые растворяются в воде в течение 15-20 секунд, вот только оснастка не успевает упасть на дно, да, и уже он взрывается. Нам нужно так сделать, чтобы ПВА-стик взорвался, когда уже всё, наша оснастка лежит, вот, на нашем дне, и чтоб, ну, я придерживаюсь того, что самый идеальный, наверное, взрыв, это 45 секунд, скажем так, работы нашего ПВА-стика. Так, летим дальше, вроде так быстренько пробежали по поводу, что под холодную и тёплую воду, ребят, тоже нужно заморачиваться по поводу ПВА-сетки. Есть крупная ячейка, также есть мешочки ПВА. Ну, у нас в данном видео идёт речь, именно, ребят, по поводу ПВА-сетки, так что пока мы оставим мешочки в стороне. Вот постоял наш микс, берём, набиваем, можно набивать, ребят, кому удобно, кому лопаткой, кому чем. Главное, что наш перчик подпитался. Сейчас делаем несколько видов ПВА-стиков, вот, я сделаю, которые, вот, можно сделать, которые бывают. Вот, вот, мы набили нашу ПВА-сеточку, систему, сделали пресс, можно прессовать об руку, можно об коленку, можно об стол. То есть, ну, здесь я не буду никому ничего светить, кому как будет удобно, потому что, сука, людей, сука и мнений. Вот, один из вариантов, наверное, в большинстве рыбалок используются на старте, вот такие вот небольшие. Скажем, это не миниатюрная. По поводу, как завязывать ПВА-стик, я думаю, ребят, очень слишком много, смотрел на ютубе видео, каждый показывает, вот, как-то по-своему, наверное, скажем так, как вам будет удобно, как вы, вот, начнёте вязать, в принципе. Вот, я нашёл для себя эту методику, просто я перебрасываю, это всё дело. Оп. Подтянул узлик, всё, он готов. Сейчас, на следующей поясе, как буду более подробно показывать. Я к тому, что, наверное, ребят, найдите, просто не ищите, как, кто делает, найдите, как вам будет удобно. Вот, это один из вариантов нашего ПВА-стика, который, наверное, процентов, ну, может, пусть будет 70, рыбалок используется, который более-менее неплохо летит, который, ну, который нам нужен. Ещё есть вариант, называется монетка, каждая по-разному, бомбочка, монетка, то есть, с чем это заключается? Это маленький пищевой сигнал, совсем маленький. Вот, ребят. Для наявности видео сделать немножко больше, он может быть ещё меньше. Вот такая монетка, такая бомбочка, ребят, с такой презентацией, ну, то есть, и также может быть, скажем, большой ПВА-стик, который мы пытаемся именно нормально дать, хороший знак рыбе, сигнал, что вот мы есть, мы хотим тебя словить. Вот такой может быть стик. И сейчас басня быстренько большой. Также скажу, ребят, раньше мной вот это вот ПВА-стики были недооценённые. У меня не получилось с ними рыбачь, я в них не верил, из-за некоторых-то у меня были косяки, я довольно не сильно внимательно к этому относился. Также были моменты с сеткой, потому что она растворялась, не успевал впасть в воду, она растворялась, либо наоборот лежала, не проверял, жалел её, короче, как-то вот, только вот, может быть, ещё больше. Если мы там рыбачим завоз, то мы можем её вообще сделать там, скажем, пусть будет такой, это уже такая бомба котлета. Вот, ребят, ну это уже нормальный пищевой сигнал. Ребят, красота. Опять же, по поводу завязки, ну вот, это такое моё. Нам лучше скинуть больше всегда системы, чтобы было удобно завязывать. Я просто перебрасываю обыкновенный узел, и здесь просто подтягиваю. Здесь, ну, то есть, ничего, кто двумя пальцами, кто тремя, ну, то есть, лучше всегда пытаться его делать таким вот пожёстче, чтобы он хорошо в воде себя вёл и взорвался, скажем так, потуже. Всё, ножничками баснули. Вот, наверное, три таких основных, которые могут быть. Также этот, ребят, может быть, ещё меньше. Совсем там. Чего ещё хочется сказать? Мы можем выделять, в принципе, вот, к примеру, когда многосорная рыба, да, я говорил, что это может быть нашими минусом. Ребят, можно просто взять бойл, на который мы ловим, к примеру, да? Берём бойл, который мы ловим. Давайте, ребят, я даже это, наверное, сделаю. Вот, взяли там бойликов. Четыре штуки, к примеру, да? Это встречается, довольно, крайне редко, но это встречается. Это можно сделать на ПВА нитке, мы сделаем на ПВА сетке. Ну, это такой вариант. Он не один из самых лучших, но он не имеет права на жизнь. Вот, ребят. Просто завязываем, и чтоб наша прикормка на дне не была одна. Наша прикормка, а наша, скажем, насадка не была на дне, просто мы можем выделить вот таким вот, ребят, моментом. У этого варианта есть право на жизнь. Это работает, ну, скажем так, не на всех водоёмах. Это, ну, нужно подходить к этому уже более с таким большим, скажем так, моментом и пониманием. Так, летим, ребята, дальше, прячем нашу ПВА-систему. Общих, как я рассказал, как его, как можно надевать ПВА-стик. Опа, наш поводок, вот наш карповый поводочек, скажем так. Сейчас дело не поводки, а как мы можем надеть. Один из вариантов, ребят. Наверное, вот, давайте на маленьком покажем. Вот наша насадка, здесь будет пельчик, либо там бойлик, мы можем надеть за крючок. Но здесь нужно учитывать момент в том, что нужно немножко сбоку заходить узла, потому что ПВА-сетка на узле довольно, вот, скажем так, не всегда хорошо растворяется. Будет довольно нормальный заброс, здесь у нас будет бойлик стоять, то есть один из вариантов. Я забрасывал так раньше, сейчас я ушёл немножко в другую методику, мне нравится забрасывать немножко другим. Сейчас покажу, ребят, как. И почему? Вот берём наш второй ПВА-стик, берём иглу монтажную, можно... Опа, делаем прокол, получается, пытаемся делать прокол в середине. Задеваем наш поводочек, просовываем его. Вот, ребят, один из интересных моментов, которые, наверное, стоит обратить внимание. Когда у нас есть бойлики, бывает такое, что жало крючка впивается в бойл, когда мы пытаемся загнать его именно в середину, спрятать сам ПВА-стик. Я делаю вот таким образом, подтягивая тем, чтобы жало находилось сбоку. И этим мы убираем момент того, что у нас не будет жало забиваться там стиком, пельчиком, ещё чем-нибудь, подтупливать наш крючок и портить нашу поклёвку рыбы. Так же, ребят, сейчас немножко поколдуем. Уже перед самим забросом я люблю, как я говорю, каримилизировать это всё дело. Я беру ЦСЛ, но это, то есть, не обязательно, это лично моё такое мнение. Вот такую красоту я люблю презентовать рыбе. Что нам даёт? ЦСЛ даёт дополнительный усилитель, наверное, запаха, вкуса, привлекти к нашему бойлику, к нашей насадке, это всё дело. Ну, это, вы говорите, смотрится вкусно, сам бы хотел съесть так, но рыбе надо, скажем так. И даёт больше времени нам для растворения ПВА-стик для самого взрыва в воде. Ребят, вот так вот, в общем, быстренько пробежались по поводу ПВА-стика. Все моменты, скажем так, я сразу не затронул. Что, ребят, там забыл в комментариях, можете подсказать ваши какие-то наработки, как вы пользуетесь, что вам ещё интересно. Вообще, интересно ли вам эти видео? Если да, будем дальше говорить, делать такие вот рыбалка и какие-то вот такие записи видео. Кому что интересно по поводу монтажей. Так что, кому было интересно видео, ребят, можно подписаться, поставить лайк и поделиться какими-то своими наработками, потому что сколько людей, сколько мнений. Как-то так, ребят. Всем хороших рыбалок, хороших поклёвок, всем добра. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...